Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Привет, Олег! Прежде чем начать, расскажи, как твои дела и как вообще настроение? Салют, Лев! Все круто! Приехал сюда в это прекрасное утро. Сижу с тобой, сейчас будем общаться. Все cool! Недавно у тебя вышло сразу несколько новых песен. Что тебя вдохновило? Ну, жизнь. Меня очень часто вдохновляет жизнь. Пережитые эмоции. Вот это меня и вдохновило, написать эти песни. Ты сам пишешь свои треки? Как приходят идеи? Я пишу со своей командой. То есть мы пишем вместе. Идеи? Идеи могут прийти кому угодно, а потом мы их раскручиваем и реализуем. Зачастую они приходят ко мне. Кстати, твои фанаты говорят, что Терри возвращается. С чем связан этот камбэк? Появилось желание вернуть этот проект и вообще просто вернуть этот псевдоним. Вот. До этого не было такой возможности. Плюс ко всему появилась такая возможность стилизовать задуманное. Так что просто появилось желание. И мы сочли с моей командой то, что это стратегически верное решение. Расскажи про работу над твоим новым очень красивым клипом стаи. Где снимали? Клип действительно получился очень интересным, красивым. Это вообще, наверное, самое красивое место, в котором я вообще побывал в своей жизни. Мы снимали в горах при Эльбрусе. Вот. Виды незабываемые, вот серьезно. Ты когда-нибудь был вообще в горах или вот, может быть... Нет, к сожалению, но мой папа был. Да, папа был. Да, на Эльбрусе. Вот. Попроси папу обязательно туда съездить. Вот весной, когда там все расцветет. Я думаю, тебе очень там понравится. И вообще всем советую. У нас очень много красивых мест в России. Иногда ты считаешь рэп. Да. А иногда поешь. Какой стиль тебе ближе? Ну, знаешь, мне ближе вообще и то, и другое. Я люблю комбинировать стили. Не люблю просто тупо петь. Вот я буду сейчас петь и все, и всю песню пою. Обязательно использую либо речитатив, либо еще что-то. Либо намешаю каких-то жанров прикольных. Тогда вот творчество и интересное, я считаю, когда ты комбинируешь многие вещи. Да и время плюс ко всему такое. Просто петь это уже давно не интересно. Я знаю то, что ты не только артист, но и актер. Расскажи, планируешь еще где-то сниматься? Да, конечно же. У меня высшее образование, актерское, близко всему опыт работы в театре. Но у меня не было до сих пор опыта большого кино. Конечно же, в планах есть. Я думаю, обязательно мы это реализуем. И я получу какую-нибудь крутую роль, в которой я смогу очень классно раскрыть своего персонажа при помощи своих навыков. Кстати, давай вернемся в детство. Вспомни, когда ты впервые понял то, что хочешь заниматься музыкой? Знаешь, наверное, понял-то я поздно. Гораздо позднее, чем, наверное, ощущал. Песню свою первую я написал, кажется, в классе втором или третьем. Но это так. Я не придал этому значения. Никто этому не придал значения. Но внимание я любил с детства. А вот осознал, что именно хочу стать артистом, скорее всего, в лет 18. А что ты понял впервые, когда стал популярным? Ну, я так понимаю, то, что касаемо, наверное, вот этого моего пути артиста. Но я понял то, что все было не зря. Тогда, наверное, я впервые это понял. Потому что у меня получилось это. Потому что путь был не короткий и не легкий. Поделись своими планами на ближайший год. Что ждать фанатам? Так, новые релизы, клип. У нас до конца года осталось там сколько? Чуть больше месяца. Так вот, постараемся максимально использовать это время для того, чтобы дать слушателям, дать моим фанатам побольше контента, побольше музыки. Ну и порадовать их. Спасибо тебе, Олег. А на этой ноте мы переходим к трем необычным вопросам и заданиям от зрителей. У меня есть коробочка, в которой спрятаны вопросы и задания твоих фанатов. Достань три бумажки и выполни то, что они просят. Окей, давай. Расскажи о себе тот факт, который еще никто не знает. Ненавижу качать ноги в зале. Факт. Итак, дальше. Первый готов. Первый готов. Возьми шарик с гелем и зачитай рэп. О! Давай, интересно. Шарик в студию. 99 проблем, все связаны с ней. Посмотри на себя, как за несколько дней любовь губит людей. Она снимает ремень с тебя каждый раз, так уходя от ответа. Прости, но в вашем грязном театре любви, правда, нет и квадратного метра. Разве тебе не заметно? И нужны твои деньги, но только не ты, когда пишет вместо привета про то, в каких хочется лета во время зимы. Супер. Дживан Ши. Грязный взгляд. Без души. Она знает, чего она хочет. И для нее все пути. Хороши. Не спеши. Защита она. Спасибо. Придумай провокационное задание для следующего гостя. Абсолютно. Что хочешь. Да? Да. Тут ключевое слово провокационное. Можно станцевать, я не знаю. Ага. Танец так танец. Договорились, будет сделано. Окей. Молодец, ты отлично справился со всеми заданиями. А теперь переходим к финальному этапу. Блиц опрос. Сразу скажу, что детские вопросы всегда с подвохом, но нужно отвечать быстро и не задумываясь. Готов? Да. Если бы твое пятилетнее я внезапно оказалось в твоем нынешнем теле, что бы ты сделал в первую очередь? К маме бы полетел. Логично. Да. Ну да, дальше. Если бы животные могли говорить, кто бы был самым грубым и резким животным? Так, самым грубым и резким. Ну, первое, что пришло, горилла. Что сейчас очень популярно, но через пять лет все будут оглядываться назад и смущаться из-за этого? Мне кажется, что нет таких вещей. Хорошо, засчитано. Угу. Шампунь нет, полотенце, да. Олег, спасибо тебе за то, что пришел в гости и ответил на все вопросы. На этом мы заканчиваем наше шоу. Было приятно пообщаться. Спасибо, Лев, мне тоже. Всем всего хорошего. Сегодня у меня в гостях был Терри. Увидимся через неделю в это же время. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok